Слюна Отмечается обильное слюноотделение, причем поскольку глотания и сплювания резко болезненны, слюна часто стекает из угла рта по подбородку. Из-за отека и инфильтрации глоточных мышц речь становится гнусовой. В части случаев при назревшем абсцессе, используя два штапеля, можно определить флюктуацию. Иногда при фарингоскопии виден желтоватый участок размягчения, место последующего прорыва гноя. Прорыв происходит иногда через одну из скрипт, она же лакуна. По месту образования различают передний и верхний, наиболее часто встречающийся, передний и задний, нижний, латеральный, то есть наружный и паротонзиллярные абсцессы. Самостоятельный прорыв абсцесса или вскрытие его врачом сразу дает резкое облегчение больному и процесс в течение нескольких дней затухает. Однако иногда чаще при хроническом тазилите и хроническом паротонзилите наблюдаются рецидивы. Это все можно так сказать, знаете, ерунда, что там вскрыли, оно там вышло, бактерии-то остались. И такой абсцесс говорит о том, что там уже по всему организму все там у вас заселено гноеродные бактерии. Заселено. Надо тотально очиститься. И вы знаете, я вот сейчас вот сижу и думаю, я довольно-таки здорово болел ангинами. Мне удалили эти гланды, всякое было. У меня были фурункулы. То есть гноеродная инфекция действовала. Она действует вкупе заболевания стоматит, ангины, вот этот кариес и прыщи, и особенно фурункулы. Говорят о том, что идет махровый разгул гноеродной инфекции. Я думаю, что она меня бы сожрала бы, если бы я не принял серию голоданий. И особенно вот этого вот сорокадневного, с помощью которого мне удалось создать в организме такие условия, которые эту инфекцию завалили всю, ликвидировали, понимаете? И сейчас я вот после этого получил какой-то новый шанс. Но потихонечку эта инфекция опять, опять, опять. Применяем другие вещи. Паратензелярный абцесс чаще бывает односторонним, по данным клинии Преображенского, в 92% случаев. Кстати, я вам не просто тут сижу и мелю какую-то ерунду про эти ангины. Это все зато с научных источников. Большой медицинской энциклопедии, кстати, вот она лежит. Тома у меня, все эти. Я над этой статьей работал, работал капитально. Не просто так, вот ангина, керосинпетия и так далее. Видите, сколько я вам рассказываю. И как я еще все это вам дополняю, того, что я вам дополняю, даже в этой вот нигде нету, ни в большой медицинской энциклопедии не так, что раз есть ангина, раз есть тем более абцесс, это говорит о том, что организм уже пропитан гноеродной инфекцией весь. И вот эти связи, они идут одно за другим. Что там на слизистой рта образуются стоматиты, это бактерии живут. Герпес выскакивает там периодически. Это тоже там точит ваш организм ангины, причина кожи и тем более черяки. Это все действия той же гноеродной инфекции, которая, знаете, развивается с малого и захватывает, колонизирует ваш организм и подготавливает его к полному уничтожению. При абцессе, обнаруживающемся в самой миндалиной, так называемом миндаликовом абцессе, общие и местные явления обычно выражены менее резко, и абцесс без затруднений прорывается через одну икрит. Ну и что, что прорвалось? Это уже так говорить, знаете, там. Осложнения ангин весьма разнообразны. Одну группу составляют осложнения со стороны близко расположенных органов. Острый средний отит, воспаление среднего уха. Острый лярингит, воспаление гортони, отек гортони, парафарингеальный абцесс, острый шейный лимфодеид, флегмона шеи. Благодаря богатству лимфатической и венозной системы этой области, микробы, токсины, продукты нарушения белкового обмена сравнительно легко попадают в общий ток крови, иногда в результате тромбоза внутренней яремной вены или ее ветвей. В результате возникают самые различные осложнения и в отдаленных органах. Эндоиперикардит, воспалительное поражение сырозной оболочки сердца. Артриты, воспаление суставов. Пиелиты, нефриты, поражение почечных лоханок и болезней почек воспалительного характера. Холецистит, воспаление желчного пузыря в результате бактериальной инфекции. Архит, воспаление яичка, яички мужчины, берегите свои яйца, вольно лечите ангину. Реже остеомиелит, воспалительный процесс в кости при инфекции. Представляете, даже бактерии гнаеродные, они и кости жрут, разрушают их, нету. Представляете, что творится? Тонзилогенная септикопиемия, поражение крови гнаеродными микробами. А мы еще думаем, а почему у нас человек, который страдает простудами часто, ангинами, а почему у него еще мало крови? Да потому что вот эта гнаеродная инфекция продолжает стрептококи, продолжают есть красные кровяные тельца, минингит, воспаление мягких оболочек вокруг головы и спинного мозга от бактерий и вирусов. Страшное дело, от этого протекает он по-разному. Смотрите, одно дело, когда вот все это явно и открыто, вот минингит, вот раз, человек чуть ли там не дураком стал, все это ясно и понятно. Но прежде чем дойдет до этой стадии, идет процесс тления, тление с тем, что у вас возникает, и межреберная невралгия возникает, и у вас возникают еще какие-то там отложения, там каких-то там солей, там в хрящах, по всей спине, по всему там позвоночнику, вокруг там ребр и костных суставов разрушается и все. А мы думаем, сустав заменили и все. Сначала надо понять, от чего он разрушился, потом заменять. Ужас, понимаете? И человек не понимает, что с ним происходит. Он еще не дошел до менингита, он находится где-то между ангиной и менингитом, а он уже весь деревянный, у него уже все болит, у него ничего уже не гнется, он кругом на судорогах. Ангина иногда протекает с аллергическими явлениями в виде крапивницы, многоформной эритемии, это покраснение кожи в результате прилива к ней кровью, карлатиноподобной и коревидной эритемии и прочего. Ну и эритему можете сами найти, что это такое там обозначает. Странно было бы, если бы в организме перезаселенном гноеродной инфекцией, этими стрептокаками, не возникало никаких аллергических реакций. И мы ищем аллерген. Вот аллерген на то и на другое, да он просто уже провоцируется тем, что у вас уже имеется. Вот 100 человек вышло во двор, когда цветет амброзия. И, грубо говоря, у 95 ничего нету, потому что у них не так заселен организм вот этой вот инфекции. А у 5% он уже капитально заселен. И возникает сразу на вот это вот соответствующая реакция. И мы ищем аллергена. Не ищите аллергена снаружи. Он у вас сидит внутри в виде заселения организма гноеродной инфекции, грибками и вирусами всевозможных мастей. Диагноз. При наличии ангинозных явлений в горле прежде всего должны быть отдифференцированы такие завлюбания, как скаротина, дифтерия, корь, гриб, острый катар верхних дыхательных путей, острый фаренгит. Ну и что, что мы это отдифференцировали, то есть отделили? Факт остается фактом. Организм заселен болезнетворной микрофлорой, которая либо ангину вызывает, либо скарлатину, либо дифтерит, либо гриб, либо еще что-то там такое. Факт есть факт. Он заселен. Из числа лабораторных методов существенное значение имеют исследование мазка из зева и обнаружение кокковой флоры при обычных формах ангины, фазоспирохетного симбиоза при ангине Симоновского Плаут-Вицента. Следует учитывать, что исследование материала, взятого с поверхности миндалин, не всегда полностью отражает картину микрофлоры в криптах и паренхемия самой миндалины. Там может быть все что угодно еще заселено. Большую роль играет обнаружение дифтерийных бацилл, однако их отсутствие не имеет абсолютного значения, так как при дифтерии они не всегда обнаруживаются. В то же время ангина обычного типа возникает иногда при дифтерийном бацилоносительстве. Диагноз болезни крови, сопровождающаяся ангина, устанавливается на основе гематологических данных. Прогноз при обычных ангинах, протекающих без осложнений, в большинстве случаев благоприятен. Заболевание заканчивается при катаральных ангинах обычно в течение 3-5 дней, а иногда и раньше, при выраженных лакунарных и фолликулярных ангинах в течение 6-8 дней. Хорошо. Но последствия, последствия, вот здесь вроде как не болит, а зато там все остальное, как эти бациллы были, бактерии были, гноеродная инфекция была, грибки были, вирусы были, герпес был, так он и продолжает нас жрать. Поедом, понимаете, поедом скрыто. У нас там немножечко недомогание, там температура так немножечко скачет. Да, нормально, да, там устал, да еще что-то. А потом только трах-бах, суставы изменились, трах-бах, еще что-то там, почки отвалились, хопа, сердце, хопа, тромбы. Итак, лечение рекомендуемой медициной. При обычных ангинах, катаральных, лакунарных, фолликулярных, общее лечение сводится к назначению сульфаламидных препаратов, стрептоцит, норсульфазол и прочих. Хорошие результаты дает пенициллина терапия. Эти препараты могут быть заменены биомедицином. Иногда используются аэрозоли пенициллина. Применяются другие сульфаниламидные препараты и антибиотики в зависимости от чувствительности к ним микрофлоры. А мы там впереди читали, что все это, гнойродная эта инфекция, стафилококки, очень быстро приспосабливается к тем или иным антибиотикам. Мутируют. И опять вызывают ангину и прочие-прочие болезни. Следует отмечить, что, как и при многих других заболеваниях, сульфаламидные препараты и антибиотики нередко быстро дают снижение температуры и ослабление общих токсических явлений. Однако течение местных воспалительных процессов, определяемых фарингоскопически, остается при этом обычным. В плеерогических явлениях, которые могут наблюдаться как на коже, так и в лодке, назначаются десенсибилизирующие лечения. А это 10% раствор хлористого кальция, 4 столовые ложки в день. И тому подобное. При всех условиях целесообразно назначать аскорбиновую кислоту. Я бы посоветовал это настой шиповника. В некоторых случаях применяется симптоматическое лечение при высокой температуре аспирин, при сильных болях пирамидон, аналин, а также сердечные средства и прочее. При значительной болезнисти, лимфатических узлов шеи, сухое тепло или компресс на шею. Но он не рекомендуется при танзелярном сепсисе, при котором предпочтительно удаление миндалин и вышеуказанное лечение. Вот так-то. Для полоскания при ангинах применяются нераздражающие антибактериальные средства, раствор пенициллина, фороциллина. Недостатком является их неприятный вкус, которого лишен раствор белого стрептоцида. Применявшиеся ранее полоскание раствором перекиси водорода, марганцево-кислого калия, бертолетового соли и прочего и в настоящее время не утратили своего значения. Общеупотреблительным является полоскание слабым раствором хлористого натрия. Одна чайная ложка на стакан воды. Хлористый натрий – это поваренная соль. Маленьким детям, которые нередко заглатывают раствор данный для полоскания, рекомендуется назначать 2% раствор борной кислоты. Если ребенок не умеет полоскать горло, ему дают пить отдельными глотками сладкий чай с лимонным соком или несколько разбавленный и подсахарный лимонный сок. При затянувшихся шейных лимфоденитах применяется физиотерапевтический метод лечения СОЛЮКС, прогревание области шеи лампы, токи ОВЧ и прочее. Но применяется. Толк то какой. При флегмонозных ангинах в начале заболевания применяется тоже общее лечение, но если абсцидирование уже началось, существенный эффект получается редко. Для полоскания применяют в горячем виде так называемые мягчительные растворы, декокты, шалфея, просверника, ромашки. Первые 1-2 дня заболевания целесообразно делать инъекцию пенициллина и давать кусочки льда для глотания. Такое лечение проводится и при отечной форме. При затяжных формах применяются симуляторы общего действия, введение малыми дозами инногруппной крови и прочее. В тяжелых случаях производится удаление миндалин. При ангине Симановского Плаут Винсента назначаются инфекции пенициллина, внутримышечные инъекции, никотиновой кислоты. Кроме полоскания применяются смазывание 1-2 раза в день язвенных поверхностей 10% раствором новарсенола в лицерине или же припудривание с помощью порошковдувателя, порошком новарсенола или пенициллин с сульфамидным порошком. Новарсенол это органический препарат, содержащий от 19 до 20% мышьяка. Вот так-то. Режим больного ангиной должен быть строго постельным. Для больных легкой катаральной ангиной или же страдающих неосложненной формой ангины Симановского Плаут Винсента можно ограничиться комнатным режимом. При всех ангинах пища должна быть не раздражающей, не чрезмерно соленой, горькой и прочее, не горячей и не жесткой. Полезно назначать внутрь фруктовые соки, витамины. Для выведения токсинов целесообразно обильное питье, например, чай с сахаром и лимоном, минеральная вода, боржом и прочим. Необходимо следить за отправлениями кишечника и при надобности назначать клизму или слабительное. Профилактика. В силу различия этиологических и паногенетических и патогенетических моментов, с которыми связан ангина, меры профилактики многообразны. В отношении эпидемических ангин профилактика базируется на тех основах, которые выработаны для инфекции, передаваемых воздушно-капельным или алиментарным путем. Одним из видов профилактики ангин, возникающих в порядке аутоинфекции при местном и общем охлаждении, большую роль играет закаливание организма, занятие физкультурой, спортом, установление регулярного и правильного режима труда и быта. Существенное значение имеет устранение затрудненного носового дыхания. Если оно имеется, аденоиды, искривление носовой перегородки, гипертрофические насморки и прочее, и ликвидация тех или иных хронических очагов инфекции, то есть хронические танзелиты, хариозные зубы, гнойные паранозальные синуситы и другое. В профилактике осложнения ангины особую роль играет строгий режим больного во время заболевания. В свое время, то есть не слишком ранний возврат к обычной жизни и работе, детальное обследование больного перед окончанием лечения, общий анализ крови, мочи. При наличии хотя бы летучих болезней в суставах и ускоренной рои необходима консультация терапевта. Как взрослые, так и дети, чаще болеющие ангиной при паренциализации, должны быть взяты на особый учет. Их необходимо обследовать в межангиозном периоде с целью выявления причин частого заболевания ангинами. А что тут понимать? Организм заселен на иродные инфекции. Случай обнаружения хронического танзелита определяет необходимые лечебные мероприятия консервативного или хирургического характера. А вот народные методы лечения ангиной. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!